В смазке содержится некоторое количество сперматозоидов. Хотя вероятность забеременеть от смазки мало, она все же существует. Смазка попадает во влагалище во время незащищенного презервативом полового акта. Кстати, если незадолго до этого у партнера произошла эякуляция, то в мочеиспускательных каналах будет больше сперматозоидов. Вообще, во влагалище женщины кислая среда, которая считает сперматозоидов чужеродными телами и убивает большинство из них, даже если эякуляция произошла во влагалище, то есть половой акт не был прерван. Однако, существуют очень активные сперматозоиды, которые способны оплодотворить яйцеклетку, даже попав в женский организм просто со смазкой. Усугубиться это может и периодом овуляции. В это время забеременеть от смазки наиболее вероятно. Однако, и овуляция у женщины может наступать не каждый месяц, и в этом случае, беременность не наступит даже при полноценной эякуляции. Прерывание полового акта – это не всегда комфортная для мужчины развязка, поэтому тем парам, которые перешли на секс без презервативов, но пока не хотят беременности, лучше всего воспользоваться иными надежными методами контрацепции, такими как свечи, приоральные контрацептивы, или спираль. Эти способы контрацепции намного надежнее, чем прерванный половой акт. К тому же, при длительном сексуальном партнерстве, женский организм привыкает к сперматозоидам своего мужчины, и тут вероятность забеременеть даже от смазки увеличивается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!